Здравствуйте! В эфире программа Новости 24. В студии с вами Фатима Абуталибова. И коротко о главных событиях этого выпуска. Новое оружие к борьбе с вирусом. Дагестанская инфекционная больница получила современный компьютерный томограф. Охота на должников. В столице прошли рейды по выявлению автовладельцев, имеющих задолженности. Питание школьников на особом контроле. Замминистра просвещения России Екатерина Толстикова проверила, как обеспечены учащиеся горячим питанием в дагестанских школах. Современный компьютерный томограф заработал в Республиканском центре инфекционных болезней. Оборудование закуплено на средства федерального бюджета, выделенные на борьбу с новой коронавирусной инфекцией. Компьютерная томография становится главным инструментом диагностики COVID-19. Точность этого метода составляет 98%. Тем временем в инфекционную больницу Дагестана поступают самые тяжелые пациенты со всей республики. С начала года из больницы с выздоровлением выписались более 2000 заболевших. Аппарат КТ начнет принимать пациентов уже в ближайшие дни. Сейчас идет обучение медперсонала работе на новом оборудовании. Отплетим, ранее на компьютерную томографию пациентов с инфекционной больницы направляли в расположенную рядом Республиканскую клиническую больницу. В связи с тем, что отмечается рост числа больных с инфекцией COVID-19, данные аппараты закуплены уже и в ближайшее время будут поставлены еще в два медицинских учреждения Республики Дагестан. Это у нас в городе Махачкале городская клиническая больница и Республиканская больница восстановительного лечения. Это те учреждения, которые во время первой волны участвовали активно в оказании помощи данной категории больных. И, соответственно, в настоящее время они тоже оказывают помощь и готовы к дальнейшей работе. Суд отказал мэрии Махачкалы в сносе здания «Парус». Напомним, что администрация Махачкалы через суд требовала, чтобы предприниматель снес шестиэтажное здание и привел в первоначальное состояние земельный участок у озера Агерь. Согласно результатам проверки МВД Республики, право собственности на эту землю было получено мошенническим путем. По версии следствия, были использованы подложные постановления мэрии Махачкалы, чтобы поставить участок на кадастровый учет и зарегистрировать право собственности на него. От долгов не скрыться, не уехать. Махачкалинские приставы совместно с работниками налоговых органов и сотрудниками ГИБДД провели рейды по выявлению должников. Неплательщики были вынуждены оплачивать задолженности на месте. Насколько эта процедура повысила процент в изыскании штрафов, узнаем в следующем сюжете. Проспект имени Расула Гамзатова. Вечером это одна из оживленных улиц города. Работают несколько экипажей. Пока одни отслеживают поток и выявляют автомобили должников, другие останавливают машины. Мы проверим, если у вас нет налогов, поедите спокойно. Налоги, алименты, кредиты и неоплаченные штрафы. В этот день отделаться простой проверкой документов у водителей не получилось. Каждого на месте проверяют по специальной базе. По словам инспекторов, внедрение системы дорожных приставов значительно повысило процент взыскания штрафов. За только август месяц у нас увеличилось взыскание денежных средств на рейдах на 58%. Мы взыскали более 10 миллионов рублей. И окончание исполнительных производств на 38%. Мы окончили около 13 тысяч исполнительных производств. Рейд носит профилактический характер, так как многие даже не знали о своих долгах. Самое частое нарушение – неуплата налогов и штрафов по линии ГИБДД. Всего в ходе рейда взыскано 887 тысяч рублей. В случае, когда должники отказывались платить по счетам на месте, приставы арестовывали их имущество – от телефонов и антирадаров до автомобилей. Мы можем арестовать имущество, в том числе изъять автомобиль. Как вы заметили, здесь у нас дежурит эвакуатор. Даже одну машину недавно остановили. Это был у нас, правда, должник по взысканию алиментных платежей. И вот как раз на рейде такой злостный неплательщик алиментов у нас не попался. И вот сейчас вот эта машина как бы приехала. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, говорят инспекторы, лучше заранее проверять все возможные неуплаты. Сделать это можно через официальный сайт судебных приставов или на портале госуслуги.ру. Чуть-чуть сознательность побольше нашим людям было бы хорошо. Оплачивали не тогда, когда доходит материал до судебного пристава, а на начальной стадии. До судебного пристава у них получается проблемы на ограничение, на все действия, регистрацию, на счет, со счета, с пенсии снимают. Очень много проблем возникает. Лучше не доводить, конечно, до этого. Рейды проходили одновременно в 48 точках в районах и городах республики. Управление Федеральной службы судебных приставов предупреждает, что подобные мероприятия будут проводиться на постоянной основе. Курбан Рагимов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Сулейман Керимов выделил более 88 миллионов рублей на благоустройство кладбища Кырхляр в Дербенте. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Отметим, что на этом кладбище похоронены сподвижники пророка Мухаммада. Мир ему благословения. В рамках работ будет произведено новое мощение траншейным камнем, оборудована теневая галерея с местами для сидения, парковка, арочные проемы, фасадная облицовка, а также источник омовения, молельные санузлы. Также будут заменены ограждения и проведено озеленение, говорится в сообщении. По словам градоначальника, в работе по благоустройству старинного кладбища задействованы подрядчики из Дербента и только местные жители. Чем кормят детей в школах Дагестана? Чтобы выяснить это и проверить организацию питания школьников, в республику прибыла заместитель министра просвещения России Екатерина Толстикова. Рабочая группа провела мониторинг в школах Хасавюртовского и Кизлюртовского районов. Об итогах рейда в сюжете Хаджи Курбановой. У нас сегодня в меню гороховый суп, гречка с котлетой, а на десерт у нас пряник с грушей и компот из кураги. Питание по расписанию. Дети в начальной школе каждый день в порядке очереди бесплатно получают горячие блюда. Ученики, обучающиеся в первую смену, приходят на завтрак, а те, кто во вторую – на обед. Оценить качество и проверить безопасность блюд в район прибыла рабочая группа во главе с Екатериной Толстиковой. Качество блюд в школе села Петраковское и в новой школе в селе Теречное Хасавюртовского района, по словам замминистра просвещения, не вызывает опасений. Последнее общеобразовательное учреждение выбрано не случайно. Школа в Теречном построена по поручению президента страны. Здесь довольно большое село, это Хасавюртовский район Республики Дагестан, около тысячи жителей в этом селе. И здесь функционировала старая аварийная школа на 120 мест. Ребята учились в три смены. Сейчас это новая школа, 300 мест, первая смена. И мы сегодня приехали посмотреть, как организована здесь работа. Делегация проверила состояние пищеблоков и столовых в новой школе, встретилась с поставщиками продуктов, поварами и родителями учащихся. Родители, кстати, также обеспокоены вопросом, чем и как кормят их детей. Поэтому наиболее активные помогают в контроле за качеством питания. То как приходилось учиться в прежнем здании и какая там была столовая, они вспоминают как страшный сон. Раньше у нас пищеблок был, находилось все в одной комнате. И повара, и дети. Умывальников, если ручной поставили, и все. У нас не было умывальников. У нас не было вообще элементарной гигиены для детей. Мы реально боялись. У нас очень активный родительский комитет. И постоянно даже сейчас хотим создать график, чтобы каждый день кто-то приходил, посмотрел, проверял качество питания. И вовремя, и меню будем проверять. Детское питание, согласно закону, должно быть здоровым. Никаких вредных добавок, усилителей вкуса, ГМО и других опасных для здоровья веществ. Кроме этого, в меню не допускается включать повторно одни и те же блюда в течение одного и двух последующих дней. Ну а пока Роспотребнадзор регулирует соблюдение всех вышеназванных правил, ученики делают свои заказы. А вот что бы тебе хотелось, чтобы тебе там дали брошу? Рыбу, рис, чай, яблоко. А еще, что ты еще любишь кушать, расскажи. Ну я люблю еще пиццу. Чем бы ты хотелось, чтобы тебя накормили столом? Ну, например, не знаю. А что ты любишь кушать? Люблю шаурму. Шаурму? Да. Отметим, что финансировать питание в школах будут за счет средств из федерального и регионального бюджета. Проверку качества питания школьников инициировала Минпросвещение России во всех регионах страны. В Дагестане они пройдут в 14 наиболее отдаленных муниципалитетах республики. Хадижа Курбанова, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Хасавертовский, район. 90% школ республики обеспечены горячим питанием. К такому выводу пришли в ходе совещания в правительстве региона. Обсуждение организации питания для школьников состоялось под руководством главы Дагестана. По его словам, учитывая расширившееся меню, решается вопрос об увеличении численности персонала пищеблоков. Это в какой-то мере будет способствовать решению проблемы с созданием новых рабочих мест. Я тоже был 1 сентября на открытии школы нашей, корпусы школы. Очень приятно, конечно. Большое дело сделано. Три с половиной, почти тысячи учащихся. И только на 300 человек их стало больше. Школа давно, с хорошей традицией. Очень хорошая школа. Но в разговоре с работниками пищеблока, казалось бы, 3,5 тысячи детей. Всего 300 добавилось. Они ведь не справляются. Почему? Потому что если раньше цена питания была незначительной, сейчас она увеличилась в разы. Присутствовавшая на совещании замминистра просвещения России Екатерина Толстикова отметила, что на момент принятия решения по субсидиям не были готовы к организации горячего питания 604 дагестанские школы. Сейчас, по данному Роспотребнадзора Республики, это количество уменьшилось до 150. Таким образом, доля охвата общеобразовательных учреждений горячим питанием составляет сегодня 90%. Мне представляется чрезвычайно важным организовать работу здесь, в Дагестане, предметно, по каждой из 150 школ, какие конкретно недоработки есть. Потому что если мы устранили нарушение в 450 школах, наверное, в 150 тоже можно проанализировать. Мы с Николаем Николаевичем Павловым об этом переговорили. Коллеги сейчас подготовят такую информацию. То есть по каждой из 150 школ будет конкретный список недостатков, которые нужно устранить. Первый вице-премьер Республики Анатолий Карибов сообщил об уже выпущенном распоряжении правительства по обеспечению горячим питанием детей-инвалидов, проходящих обучение на дому. Все они будут получать денежную компенсацию на горячее двухразовое питание. Младший брат Забита Магабет Шарипова проведет бой на турнире памяти Абдулманапа Нурмагомедова. Напомним, что мемориал заслуженного тренера страны пройдет 9 сентября в Москве. На совместном турнире двух российских лиг Fight Nights и GFC Хасану Магомед Шарипову будет противостоять спортсмен из Абхазии Тимур Акаба. Для дагестанского легковеса поединок станет третьим в карьере по правилам ММА. В двух предыдущих боях он праздновал победы. В активе его соперника также две победы и ни одного поражения. Это были все новости на сегодня. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова